Здравствуйте, господа! Рады приветствовать вас в Санкт-Петербурге на Кубке Европы по юниорам. И, конечно, представьтесь, пожалуйста, вы представляете Беларусь и как вас зовут? Добрый день, меня зовут Сергей Шури, я старший тренер по этому возрасту, который проводится в Санкт-Петербурге. Мой коллега? Да, Асин Владимир, тоже тренер по дзюдо, тренер национальной сборной. Сюда вместе мы привезли часть нашей сборной, чтобы просмотреть на каком свете мы находимся в Европейском сборке. На сегодняшний день какие этапы развития в беларусском дзюдо, какие перспективы, какие успехи есть? Потому что последний олимпийский чемпион у Беларуси был Игорь Макаров. Какие сейчас успехи у беларусского дзюдо и как вы прогнозируете? Потому что этот возраст до 21 года как раз-таки та ступенька уже ближе к олимпийским медалям. Последние успехи были на прошлой Европе, это было два пятых места и одно третье. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас в этом возрасте побольше было конкуренции, потому что в Беларуси это маленькая. И в каждой весовой категории у нас недостаточно процентов хорошей конкуренции. Поэтому нам хотелось бы, чтобы у нас появилось их больше. Это в первую очередь. Иначе результаты тяжелые. Кого вы можете выделить сегодня из тех перспективных, которые могут побороться за олимпийские медали? Потому что остается два года до Олимпиады. Из этого возраста? Ну, вообще из беларусской национальной команды. Мы за этим сюда и приехали, чтобы определить этих перспективных борцов. Потому что, ну, как бы, я сам являюсь тренером Макарова, на самом деле, в первую очередь. Во-первых, у нас сейчас, как бы, довольно-таки интересный период восстановления. Еще раз повторяю, потому что у нас идет смена поколений. Тот же, допустим, Игорь Макаров закончил выступление уже на народной арене. Но сейчас задача тренировки национальной сборной заключается в том, чтобы определить тех спортсменов, на которых мы можем рассчитывать на те же выступления в Рио-Джене. А скажите, вот те спортсмены, которые уже закончили выступать в национальной сборной, ну, на примере Игоря Макаров, да, они принимают какое-то участие в передаче опыта, да, технического, ну, там, психологического, да, подрастающим, так сказать, будущему поколению Олимпийской в Беларуси? Я бы сказал, что ты его очень хочешь? Ну, скажу так, что, конечно же... Ну, тренерский штаб привлекает таких людей, или они как-то остаются, ну, так, немножко неудел? Больше они находятся в себя в другом смысле, в спорте у нас. Я, к сожалению, не продолжаю свою жизнь. В Беларуси проходит ряд серьезных турниров, да, это как Кубки Мира или Кубки Европы, да? Как вы считаете, хотелось бы вам в Беларуси, чтобы в Минске или вообще в Беларуси проводились более высокие турниры, такие как «Большой шлем» или «Гран-при»? И насколько это даст толчок в развитии? Ну, ладно, хотелось. Конечно, хотелось бы, но, чем меньше 5-ти игр, чем больше форма нашего турнира будет расти, ну, заразовались, сделанные очки. Мы надеемся, что наш турнир в Беларуси в Беларуси и покажем, как это будет. Спасибо большое, успехов вам, до свидания. Дима, дай мне, у тебя визитка.